здравствуйте дорогие мои телезрители и конечно же подписчики канала голова садовая сегодняшняя тема ну для почему-то телезрители она сложная а я считаю что эта тема очень простая это посев земляники эпиту не не совсем уже давно мы научились сеять вот эти культуры и я очень рада что большая часть уже наших любителей дачных участков научились это делать правильно некоторые пока еще блуждают во всем этом поэтому хочу показать как это сделать правильно чтобы не морочить себе голову до такой степени чтобы вас потом навсегда отвратила вот посев таких культур нет девочки мальчики все очень просто на самом деле и надо наполнить горшок почва смесью для начала дренажное отверстие чтоб не задохнулись корни очень важное условие у некоторых культур дренажное отверстие нужно делать еще и вот здесь на боку чтобы воздух подсасывался интенсивнее есть такие растения когда-нибудь они нам встретятся значит набивая контейнер всегда помните вот кладем первые там вот горшок большой две горсти и вот так вот примните на дне чтобы с этой стороны уже ничего не вывалилось а при поливе не вытекла почва вместе с водой поливочной значит в чем заключается секрет посева таких растений это все вот назову их земляники всевозможные клубники значит питуньи лобели немези и дельфиниумы и их еще правда очень много я назвала только те которыми мы пользуемся наиболее часто вот посмотрите почвы будет лишнюю прихватила почвы будет вот столько и я ее сейчас утрамбую всего половина этого горшка или контейнера который вы возьмете поскольку я сегодня да рано а рано это значит что это январь месяц но я считаю что это не рано а уже поздно значит только половина объема горшка расскажу почему и продолжу свою мысль почему такой ранний посев если вы все-таки хотите увидеть у себя на участке не только маленькая растеница которой вы выходили и которая выросла слава господу а все-таки еще и плоды и хотите им полакомиться этими плодами тогда сейте рано вообще мы сеяли всегда с моей младшей сестрой в декабре земляники все и прекрасным образом они росли у нас есть вот такая замечательная бутылочка это подкормка для рассады вот чтобы вам не выносить себе мозг когда ее подкормить да господи ты боже мой полил не вовремя что-то там пошло не так давайте сделаем по-другому открываем эту бутылочку и нальем на объем вот этой лейки а это примерно литр до два колпачка два колпачка но это вот на если на глаз вот столько видите два колпачка вот таких вот все закрываем это нам больше не понадобится и вот таким образом когда будете сеять что-либо неважно перцы баклажаны там помидоры ну введите сразу раствор питательный в воду для того чтобы пролить почву значит в этой бутылочке введены все микроэлементы здесь и медь и железо и калий магний это обязательно азот обязательно фосфор это молибден то есть все что нужно маленькому растению для того чтобы прекрасно развиваться и расти значит все пролито видите горячей водой обожаю этот метод полива для посева значит обязательно вон видите водичка пошла значит все промокла я обязательно выровню поверхность вот для того чтобы все растения находились на одном уровне никаких горбов не было ни поднятых краешков ни опущенных середин то есть это должно выглядеть вот так ровно так почему все таки половина емкости любой прозрачную коробку от торта вы возьмете разницы нет да дело в том что растеница которые здесь будут находиться им надо где-то расти а где же они будут расти если мы вот так земли насыпем ну где-то вот здесь а где-то вот здесь невозможно эти маленькие волосинки они не терпят сухого воздуха в квартире не то что от батареи просто воздуха в квартире они все погибнут как только вы их там пакет снимите приоткройте поэтому расти они будут вот в этом объеме вот он для них предназначены и смотрите что нужно сделать значит из той земляники которую я приготовила к посеву ну тут еще петунии как бы вы понимаете почему абсолютно одинаковая агротехника а уж способ посева тем более значит здесь у меня в руках замечательные ягоды я про них хочу рассказать это грандиан это любимчик мой который будет расти в подвесных корзинках это у него каскад ягод это он так пахнет в теплице это им можно лакомиться все лето причем у него выпуская усы он выбрасывает сразу цветок потом только листья то есть он все время цветет плодоносит и растет вниз это правда зрелище не для слабонервных здесь еще две ягоды это мелкоплодная и этот сорт называется рюгин тоже моя любимица и она очень обильно плодоносит очень крупными ягодами хотя считается мелкоплодной ну а это это одна из двух которые у нас имеются в продаже кокетка кокетка и любаша они особенно это крупноплодная земляника которая не дает усов ягоды у кокетки достаточно крупные не меньше 25 грамм а это очень хорошая размерчик она плодоносит обильно цветет обильно и ведет себя очень прилично поэтому рекомендую но разводить ее придется либо рожками то есть вот куст нарос и вы рожки отделяете друг от друга это как бы розеточки самостоятельные но собраны в один материнский куст вы их будете раз как-то там ну не разрывать конечно а разъединять слово забыла и рассаживать если вам это понадобится значит как сеется земляника вот нам нужно разложить их так аккуратно не вдавливая в землю пожалуйста помните не то чтобы бросить на поверхность нет разложить не вдавливая вот я прям вот беру одну не видно будет даже не знаю они настолько невозможно маленькие но я постараюсь до зрительно распределить их так чтобы они друг другу не мешали и в каждом контейнере естественно будет отдельный сорт потому что грандиан конечно спутать с кокеткой это невозможная роскошь вот на ладошке их становится все меньше осталось две штучки и я их вот досеваю ну вроде как все для того чтобы это красавица вообще выросла или хотя бы взошла ей надо устроить мини парничок сейчас такие продаются и готовые знаете все на свете не купишь это правда поэтому я привыкла делать вот так и показываю вам безболезненный метод это пищевая пленка благо этого рулона уже хватило на несколько лет я закрою этот горшок сверху значит чтобы никаких проблем с поступлением сухого воздуха комнаты туда под пленку не было там должно быть влажно достаточно не жарко потому что земляника хорошо себя будет вести только в том случае если жарко то и не будет сразу запотела пленка ну ее можно одеть резинку сверху все что угодно но она не должна отсюда убираться практически до пикировки что нужно сделать дальше посмотрите на пленке с обратной стороны появилась испарина некоторые прям вот такими островками это будет конденсат когда остынет да это почва когда станет пленка там появятся капельки воды они начнут капать не дай бог на маленькой растенице погибнет сразу земляничка поэтому мы берем зубочистку и делаем перфорацию то есть прокалываем дырки если вы рядами посеяли тогда ведите ряд вот так до конца над каждым семечком дырка я делаю поскольку у меня по кругу все сделано мне надо чтобы влага лишняя влага испарялась сама не доставляя никаких проблем моим маленьким растениям и теперь мы убираем это на солнечное окно и оставляем вот в этом положении а лучше бы если бы вы сделали метку вот где-нибудь до маркером и она должна всегда смотреть на вас эта метка вы не можете себе позволить повернуть вот так на окне вот так на окне убрать вот сюда убрать сюда сюда это недопустимо если вы начнете менять водный режим световой режим температурный режим ягода погибнет как только взойдет не делайте этого просто оставьте ее в покое можете конечно внимательно следить всегда хочется подойти утром и посмотрите что там за ночь то произошло а там ну на может быть 7 8 день но не раньше может и 15 она может сходить и в течение 30 дней не торопитесь выкинуть горшок а там когда она начнет сходить около семечки появится такое знаете такая туманчик такой пушиночка на плесень похожая на комочек но такого дымчато белого цвета не торопитесь выкинуть это как раз корневая система ягодки или питуньи или лобелии не надо ничего трогать не надо поворачивать открывать как только вы откроете пленку все сразу погибнет не трогайте а вот что делать дальше с этим мы уже будем снимать следующих программах когда все у нас взойдет я надеюсь что семена хорошие ну на этом пока все до свидания всего доброго а